добрый день друзья я очень рада привет совместном эфире я немножко волнуюсь потому что у меня первый раз такая программа когда я добавляю к себе на моей площадке происходит встречу ой вижу анастасия здравствуйте здравствуйте татьяна очень рада вас видеть я тоже вы я вижу что соединение прошло отлично очень приятно вас очень хорошо видно и слышно вас тоже и очень рада видеть то что мы сами столько уже общаемся и вот уже чуть чуть ближе станем в прямом эфире но я надеюсь что как говорится лиха беда начала сегодня у нас первая встреча а дальше я думаю что еще много чего интересного получится я тоже тем более у нас сегодня тема такая для многих волнующие я за последнюю неделю получила массу вопросов от читателей от слушателей и очень надеюсь на вашу помощь и поддержку с этим вопросом разобраться будем сейчас вместе да я просто хочу немножечко напомнить те кто нам тем кто нас сейчас слушает о чем мы хотим сегодня поговорить это грядущих достаточно серьезных переменах и о том как их не бояться как их преодолевать даже если внутренне очень страшно и очень непросто и здесь как раз мы с настей специалисты в двух разных взаимодополняющих областях именно поэтому мы решили этот эфир провести и насть давайте я вам сразу задам вопрос и именно с этим ко мне обращалась за последнюю неделю несколько десятков человек страшно боюсь что все пропало как мне теперь жизнь что мне делать крупные перемены происходят европейской политики с обработкой данных что непонятно как вести бизнес я могу сказать честно то что страшно что-то делать мне кажется не только в бизнесе но и в жизни у нас постоянно нас подстерегает то что страшно а тоже прямой эфир вы наверное помните как было первый раз страшно я помню как страшно было мне это кайф когда ты именно преодолеваешь свой страх а я всегда говорю всем тоже девчонкам которые вечно чего-то боятся вы знаете у мужчин как-то меньше этот страх развит они пах и сделали а девочки женщины начинают сразу думать переживать паниковать бояться и решают что если в уголочке где-то спрятаться вроде как будет и не страшно а на самом деле я вам могу сказать следующее для меня лично страх это знак того что я на правильном пути вот это всегда так а знаете он я считаю что это мой друг и союзник и у меня даже в челлендже есть одно упражнение мы рисуем свой страх виде монстра которого раскрашиваем своим любимым цветом и я всегда говорю девчонкам чтобы девчонки как только вам будет страшно сразу представляете что это ваш союзник и он на самом деле ваш друг и помощник и делайте то что вам страшно и после этого вы такой кайф испытаете а также мы вспоминаем все моменты в жизни когда было страшно мы сделали и какую эмоцию какой опыт мы из этого извлекли а единственный случай когда я советую не делать если страшно если это касается нашего жизнь нашей жизни и здоровья тут тут если страшно то действительно нет во всякома сохранение наша в любых других ситуациях отнесетесь а вот привет 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 отнеситесь к этому как к игре страшно в жизни страшно в бизнесе страшно вообще все делать но если мы не будем пробовать новое мы не будем набираться нового опыта, мы не будем расширять свою зону комфорта, и нам будет не страшно, нам просто будет скучно. И нас эта скука, мне кажется, настолько поглотит, что, ну, я не знаю, мне вообще неинтересно будет. Поэтому всегда делайте. У меня вообще такой девиз в последнее время. Я стала делать всё, что мне страшно, и, в принципе, я прямо вот радуюсь от тех результатов, которые всё это даёт. Спасибо за замечательный совет, Настя. Я полностью присоединяюсь к этому, и я для себя тоже знаю, что страх – это источник роста, это внутренний ресурс. Естественно, когда он не связан со страхом за жизнь. Да, да. И то, если какие-то аттракционы, адреналины мы точно знаем, что безопасность, то тогда, я считаю, что надо. Надо идти и рисковать. Ну да, тут, естественно, всё от ситуации зависит, от здравого смысла. Потому что касательно вот того сюжета, вокруг которого мы сегодня нашу встречу выстраиваем, я так понимаю, думаю, что больше всего тех, кто уже в курсе европейских перемен, пугает размер штрафов. Что если, не дай бог, где-то сильно прополешься, то там начинаются штрафы от двух миллионов евро. И вот так эта цифра блокирует сознание, что люди говорят, ой, нет, я лучше ничего вообще делать не буду, чтобы не рисковать. Хотя, на самом деле, прежде чем нарваться на такой огромный штраф, это надо ещё очень сильно постараться. Да, надо ещё добиться, чтобы выписали именно такой штраф, я думаю. Естественно, потому что это же штраф для корпораций, вот тот момент, который упускает абсолютно большинство людей, что в первую очередь все запретительные контролирующие меры направлены именно на крупные корпорации, работающие с огромными массивами данных. На соцсети, на большие сетевые магазины. И, естественно, никто отдельного частника ловить, пугать не будет. Единственная ситуация, когда действительно могут быть неприятности, это если попадёшь на недобросовестного клиента, или на слишком занудного, или на недобросовестного конкурента. Но вероятность подобного, подобной ситуации, она на самом деле очень низка. И опять-таки, если не дай бог пожалуются в этой ситуации, ну что сначала произойдет? Естественно, сначала будет письмо предупреждения о том, что вы нарушаете правила. Никто же прям сразу в суд не потащит, тем более в европейский. Сначала напомнят, что вы совершили ошибку, пожалуйста, вот в таком сроке её отрегулируйте. То есть дадут целый длинный этап, как можно всё исправить. И ещё, я думаю, будут рекомендации по пунктам, что именно исправить. Поэтому можно двигаться будет прямо по ним. Это, знаете, такая бесценная помощь. Я всегда, когда во время учёбы, в институте, когда была неуверена в своих работах, а по сути, мне кажется, студент всегда не уверен, в своём курсовике, в каком-то дипломе и так далее, я сразу думаю, сдам побыстрее, хотя бы узнаю, что мне нужно переделать и доделать. Потому что иначе вот этот просто сидеть со страхом с этим я уже ничего не изменю, но при этом не буду даже понимать, в каком направлении мне двигаться. И что самое интересное, с таким посылом и подходом, а в 100% случаев принимали мои работы, мне даже не приходилось ничего исправлять. Также у нас всегда боимся чего-то неизвестного. У нас сразу наше подсознание рисует таких прям монстров, и то, что мы без денег останемся и придётся потом всю жизнь работать, чтобы зарабатывать. А представляете, какой это будет такой стимул, да, заработать сначала 2 миллиона евро, а когда вы их научитесь зарабатывать, то для вас, знаете, 20 миллионов евро будет, по сути, не проблема-то заработать уже. Естественно. И вообще в целом вот всю ситуацию, которая сейчас возникла, я рассматриваю как территорию роста. Да, естественно, перед нами, вот как перед российскими, я не в России, но я работаю с российской аудиторией, поэтому отношу себя больше именно к россиянам. Перед нами встают определённые задачи, которые нужно решить. Но это не трагедия, это не ужас. Надо просто понять, что от нас хотят, разработать план действий. Каким образом мы можем соответствовать этим требованиям? И на самом деле, когда начинаешь раскладывать ситуацию по полочкам, выясняется, что всё совсем не так патастрофично. То есть слона надо есть по кусочкам. И на каждом этапе задача имеет решение. Всегда есть с кем посоветоваться. Именно для этого я как раз целую серию постов про ГДПР устроила на прошлой неделе. И сегодня, чтобы дать максимум информации тем, кому это актуально. И вот не надо бояться новизны. Я думаю, вы согласны со мной, что надо осваивать новое. А мы не пошли не осваивать, потому что мир же меняется каждую секунду. И, к сожалению, в какой бы момент мы не начали, как бы мы не были уверены в том, что всё стабильно, будут гарантии, а в любом случае мир поменяется быстрее, и нам придётся уже под него подстраиваться. Всё равно, ну, играть в эти условия, в эти обстоятельства, которые уже нам дают. Собственно. Всё правильно, да. Потому что, естественно, мы хотим стабильности, но её никто никогда не даст. И пытаться закапсулироваться в своём уютном уголке, это путь в никуда. Да, это даже в регресс такой, я боюсь, что будет всё это. Совершенно верно. Поэтому я предлагаю всем, у кого какие-то проблемы, у кого какие-то сложности, непонятки, вот в особенности в данной конкретной ситуации, с тем, как быть с изменением европейских работы с личными данными клиентов. Не бойтесь задавать вопросы. Нету глупых вопросов. Не бойтесь показаться некомпетентными. Люди, которые в этом разбираются, всегда будут рады вам помочь разобраться. Пожалуйста, все мои знания именно по сути предмета готовы вам всегда помочь. Если вам сложно психологически, я думаю, Настя не откажет подсказать, куда смотреть и как с этим работать. Правда? Вы знаете, да. И я, Татьяна, вас даже поддержу тем, что я говорю, что единственный глупый вопрос это тот вопрос, который мы не озвучиваем, не задаём, который остаётся внутри нас. Я всегда это говорю, и большинство со мной людей соглашается, потому что так и есть. Не стыдно сказать, что я действительно не понимаю. Хуже покивать головой, сделать вид, что ты в теме и уйти с таким, знаете, с головой полное реально непонимание того, что делать, что происходит. А ведь был шанс узнать, но мы почему-то постеснялись. Просто у нас изначально, мне кажется, в школе не очень правильная система образования, она нас ругает за ошибки. И потом люди, конечно, это так же, как выйти у доски, можно делать вид, что ты понимаешь, вдруг прокатит. И у нас вот это вот с первого класса остаётся такая история, что мы боимся показать, что каких-то знаний у нас не хватает. Поэтому надо как-то с этим бороться, надо понимать, что это неправильно, что оценку никто не поставит. И, в принципе, искренне задать вопрос. Это, кстати, спасает вообще в любых инстанциях, даже вот в налоговой. Я могу рассказать тысячи примеров, когда я приходила к инспекторам, и не всегда они прям такие доброжелательные и, знаете, такие счастливые. Обычно они достаточно серьёзные, у них огромный объём работ. И когда к ним подходишь и с конкретным, ну, тупой вопрос, тут не тупой, тут тоже, знаете, неоднозначно всё это. Подходишь и говоришь, вот, извините, я не понимаю. Всё, я ещё не раз не знаю, чтобы мне не ответили на какой-то вопрос. Всегда объясняют. Ну, даже если не ответят, в принципе, я ничего не потеряю, я останусь на том же уровне незнания. Я могу тут ещё привести свой пример из личной практики. Когда мы приехали в Канаду, это было больше 20 лет назад. И уезжали мы не из той России, которая сейчас, а из совсем другой, из середины 90-х. Совсем другой структурой, магазинов, продаж, покупок. И когда мы оказались в канадских магазинах, я поняла, что я не знаю и не умею, как здесь покупать. Потому что очень многие вещи просто, в принципе, надо было делать по-другому, не так, как привычно нам. Я попробовала раз, другой, поняла, что это не работает абсолютно. и я просто начала останавливать людей в проходах, буквально, как цыганки в подмосковных электричках в своё время. Что, граждане дорогие, простите, мы не местные, объясните, как здесь покупать колбасу, как здесь покупать кофе на развес. Потому что всё было непривычно. И очень люди с симпатией, с улыбкой ко всему относились. Хотя, наверное, для них мои вопросы звучали дико. некоторые спрашивали, как ты, ты не знаешь, как покупать колбасы, говорю, потому что в моей стране это по-другому. У нас совсем иначе прилавки организованы. А, ну ладно, пошли, я тебе объясню, покажу. И вот так вот постепенно всё как раз наладилось. Я могу даже сказать больше, большинство из нас вообще человеку свойственно радоваться, когда к нему обращаются за помощью посильно ему. Мы же сразу чувствуем себя умными. такими классными. И нам хочется, хочется помочь, подсказать что-то. К нам обратились, и мы, ну, очень мало людей, которые как-то, мне кажется, негативно отреагируют на вопрос. И тут тогда будет проблема скорее не в вас и в вашем вопросе, а в том человеке, ну, может, у него день не задался. Ну, ничего страшного, надо его пожалеть, не обращать внимание и подойти к кому-то следующему. Или даже кто-то следующий подойдёт к вам сам уже, услышав вопрос и поможет, подскажет что-то. всё верно, я совершенно согласна. И, кстати, возвращаясь к комментарию по поводу тупых вопросов, действительно, это, опять-таки, в первую очередь, наше восприятие. Какие вопросы мы можем оценивать как тупые. потому что у других людей другой тип мышления, другая скорость освоения информации. И нам могут какие-то вещи казаться само собой разумеющимися, а они ещё просто не успели в этом разобраться. И, как правило, нужно не осуждать людей за это, а нужно им помочь действительно разобраться и спросить, а в чём проблема. Иногда бывают непонятки с терминологией, кстати, тоже бывает. Тоже здесь нету ничего такого. И логика просто абсолютно разная может быть. Да, даже разный опыт, разные знания, и уже по-разному бывает что-то. Потому что то, что для нас там с вами будет очевидно, для кого-то нет. И наоборот, то, что там, я не знаю, очевидно, шеф-повару как готовить какое-то блюдо для 90% людей это будут какие-то сверхзнания, которые для нас просто с восторгом мы бы восприняли. То же самое, что у нас когда политику конфиденциальности ввели с 1 июля 2017 года, то, что на каждом сайте должно быть, иначе штраф 300 тысяч рублей. Я как раз вернулась из отпуска, по-моему, 3 июля прочитала эти новости и просто я честно за час слепила эту политику конфиденциальности именно потому, что почему такие делают штрафы. А даже, наверное, не чтобы государство какие-то прямо на эти штрафы, налоги, конечно, да, это нужно, да, в казну пополнять. Но, по сути, если сделать небольшой штраф, сказали бы, что штраф за нарушение будет 200 евро. Кто бы тогда отреагировал вообще на вот эти изменения и законы. Даже если сказать 2000 евро, для крупной компании и 20200, это, как бы, честно, не тот разговор. И только такой огромной суммой штрафа возможно привлечь внимание людей к этому закону и заставить их исполнить его в 99% случаев. И, в принципе, в этом смысле я тоже поддерживаю. Потому что они думают, что у них была цель брать штрафы. У них скорее цель сделать так, чтобы все исполнили новый закон. Совершенно верно. Причем я несколько раз уже столкнулась с мнением, что вот и законодателям делать нечего, только людям осложнить жизнь. На самом деле нет. Главная цель вот этих законов, которые сейчас приняты в Европе, это защита персональных данных пользователей интернет. Потому что ведь, вот скажите мне из тех, кто нас сейчас слушает, кто из вас любит, когда вам звонят и начинают по телефону что-то втюхивать. Когда вашу почту засыпают тоннами спамовых писем. Наверняка же вы сами первые внутренне на это ругаетесь и очень возмущаетесь. И закон принят именно для того, чтобы людей от этого уберечь. Чтобы никакая компания просто в принципе не могла никому сдать чужие данные. Чтобы не могла вам посылать ту информацию, которую вы не хотите. То есть это в первую очередь защита именно самих пользователей. И вот к сожалению, когда люди смотрят на это со стороны продавца и понимают, что от них это требует теперь доработки политики конфиденциальности и новой формы оформления воронки продаж, да, естественно, нам как продавцам это лишний хлоп. Но мы как покупатели защищены гораздо больше, гораздо серьезнее, чем это было раньше. Я очень надеюсь, что в России тоже это будет работать, потому что действительно смски, все месседжеры настолько присылаются какие-то странные сообщения, что пропускаешь сообщения от тех людей, которые тебе действительно нужны и дороги, потому что 10 сообщений пришло, это одно какое-то важное теряешь. И поэтому по сути я так думаю, потому что нет смысла воровать где-то, а вот как раз те, кто воруют базы, я считаю, что очень будет хорошо, если они действительно заплатят штрафы, и штрафы эти будут очень большие. Да, я тоже полностью с этим согласна, и именно поэтому хотя мне как продавцу вся вот эта доработка, я всячески приветствую то, что эти законы приняты. И поэтому советую всем, у кого возникают проблемы с созданием политики конфиденциальности, ну посмотрите, походите, хотя бы возьмите чужие образцы за пример. Потому что на самом деле там совсем не так много надо добавить к стандартной российской политике. Очень немного. Единственное, что принципиально меняется, адреса листов, если вы взяли их адрес, нельзя этот адрес включать в рассылку, если вы его просто получили в обмен на подарок. Нужно получать прямое согласие на получение рассылки. Вот и все. Я вот сейчас как раз собираю свою первую базу для email рассылки, поэтому сейчас нужно будет поработать над политикой конфиденциальности, но там как раз да, согласие, что люди добровольно мне дают свой email, в обмен на то, что получают от меня мой бесплатный мини-курс и дальнейшую рассылку. Потому что мне на самом деле самой очень не близко брать где-то не каким-то незаконным образом эти email'ы и просто напрягать и раздражать людей. А если могут получать письма те люди, которые действительно заинтересованы в получении новых знаний и кому это будет интересно. И негатив к себе вызывает, мне кажется, это такая не очень классная политика, хотя некоторые, не заморачиваясь, по-моему, успешно ей пользоваться. Тут просто вот такой маленький нюанс, на всякий случай вам тоже это будет полезно, если вы работаете с соотечественниками, которые живут в Европе, то с 25 мая есть некоторая разница между российской политикой в отношении сбора данных и тем, как это будет разрешено в Европе. Потому что в России вы можете в одной форме дать подарок, получить email и попросить человеку поставить галочку, что он согласен на получение вашей рассылки. В Европе это теперь будет запрещено. То есть подарок отдельно, а если человека надо включить в рассылку, ему надо именно вот эту форму рассылочную дать отдельно. Нельзя в одной форме соединять две разные задачи. и нельзя отказывать человеку в получении бесплатного подарка, если он не соглашается на рассылку. У меня тогда вопрос, будут ли теперь бесплатные подарки, исходя из этого всего, потому что по сути это и был лид-магнит, который собирал email, это подарок. И вот здесь вот такой вопрос возникает, как все-таки европейские компании тоже придумывают и выйдут из этого положения. Ну, как вариант, например, во-первых, что можно сделать? Вы посылаете лид-магнит и в то время, пока он идет, у человека всплывает страничка спасибо за подписку и на этой страничке можно встроить подписную форму на рассылку. Но он уже может и не купиться, он скажет, мне нужен подарок, а не ваша рассылка. Или написать, что в дальнейшей рассылке мы будем присылать вам другие подарочки? То есть как-то или так тоже нельзя? Так тоже нельзя, потому что согласие на получение рассылки должно быть прямым, добровольным и четко подписанным самим человеком. То есть как минимум в форме у вас должны сохраняться временной то, что называется таймстэп, то есть время, когда он это подписал, источник, через какую форму, через какой сайт он подписался и четкое подтверждение того, что да, он сам добровольно это сделал, соглашаясь именно на получение вашей рассылки. А каким-то образом можно так расписать рассылку, чтобы клиент понимал, что ему выгодно она будет? Или это тоже запрещено? То есть там просто не должно быть таких подарков, да, я так понимаю, вот в этом описании красиво, вкусно? Естественно, подарок отдельно, вкусное описание отдельно. То есть вы можете у себя, если у вас есть сайт, можете там сделать статью о преимуществах подписки на ваш аккаунт. Например, то есть, например, я могу сказать, как это сделано у меня. На моем сайте у меня есть страницы, посвященные продвижению в Пинтерест, есть страницы, посвященные Инстаграм, есть страницы, посвященные общим бизнес-вопросам, и в конце под каждой статьей у меня идет полоса широкая для пишущих, если вы хотите получать больше информации по этой тематике, подпишитесь на мою рассылку. То есть люди на сайт получили уже достаточно много полезности, видят, что я даю действительно ценную информацию, и записывается очень много. Я должна сказать, что я тестировала, кстати, варианты с подарком за подписку и без подарка, но после полезных статей, после статей идет гораздо больше. Ну, потому что информация, она бесценна, и потом можно как раз заработать больше, чем за какой-то подарок. Естественно. Поэтому вот такой вариант, пожалуйста, вполне допустим. То же самое можете вот такой вкусное письмо, расписывающее достоинство вашей рассылки, вставить именно в страницу благодарности за подписку. Ну да, то есть надо будет немножко так проявить креатива, творчество и придумать, как это все обыграть. А я так понимаю, и пока у нас мы остаемся играть под своим старым правилом. С россиянами да, с россиянами никаких перемен нету, это касается только тех, кто живет в Евросоюзе, то есть должен хотя бы один из двух партнеров по, так сказать, сделке находиться на территории Евросоюза, либо продавец, либо покупатель, либо оба. Ну, продавец, в данном случае, это не обязательно именно физически продавец, но и человек, который просто дает информацию. И, к сожалению, это распространяется на наших соотечественников, которые в Евросоюзе живут. Потому что они не только граждане России, но они субъекты европейского права. И вот это создает некоторые дополнительные сложности нам именно, как инфобизнесменам, но с другой стороны, я так думаю, что вероятность риска, вероятность каких-то серьезных неприятностей очень мало. Поэтому можно спокойно в своем ритме вот это все немножечко настроить как надо. Я даже надеюсь и у нас большинство людей, которые не связаны со всей этой политикой, они даже наверное не будут в курсе вот этого закона. Я на самом деле, Татьяна, только благодаря вам узнала о нем. И теперь видите, вы мне просветили. Это на самом деле очень полезно. Но почему-то как-то это мимо. Мне кажется, в России может не очень афишировалось. Или возможно просто я не попадала именно на вот эти источники информации последнее время. Если честно, я вообще не нашла информации на русском языке на эту тему. вот вот наверно вот как-то знаете нигде они не написали большими буквами что ребята вот вдруг вы связаны как-то почитайте новое законодательство которое касается вас. Я собственно почему похватилась начала об этом активно писать по-русски потому что мне идет сейчас информация на эту тему с одной стороны идет информация из всех источников на которые я подписана. причем главным образом из американских и в Америке блогеры по этому поводу очень сильно озаботились даже не инфобизнесмены никто именно блогеры которые зарабатывают в первую очередь благодаря аффилированным ссылкам в своих блогах А там тогда получается уже ограничения у них появятся на эти ссылки Там просто у них у всех есть форма подписки на рассылку в блогах тоже и они принимают меры чтобы европейские читатели чтобы с ними вся работа шла по европейским правилам Да подкинули задание всему миру О да Самое главное что в чем некоторая сложность пока нет четкого понимания как именно будет на практике применяться этот закон потому что все расписано очень хорошо в теории но он входит в срок в действие только 25 мая соответственно практики правоприменения нет поэтому сказать однозначно сейчас заранее как это будет работать в странах вне Евросоюза мы к сожалению не можем И будет еще такой вопрос при том что российский интернет вообще хочет от всего мира отделиться в последнее время то тут тоже такая неоднозначная ситуация ну да с этой точки зрения тоже но тем не менее вот то что я вижу действительно все страны мира приняли эту перемену политики очень всерьез и никто не хочет конфликтовать хотят чтобы клиенты были счастливы тем более что те кто на ЭЦИ торгует они уже с этим столкнулись пару лет назад когда была первая волна закручивания европейских гаек и ЭЦИ тогда пошло сразу навстречу европейским клиентам несмотря на возражения американцев что мы продаем из Америки по американским законам тем не менее всех обязали если вы хотите работать с Европой вы должны соблюдать европейские требования а сейчас это опять-таки вторая волна и она касается кстати продавцов на ЭЦИ тоже если нас сейчас слушают те у кого там есть магазины то вам придется еще свою конфиденциальность на ЭЦИ пересматривать и дописывать к ней блок касающийся европейских правил надо делать две формы подписки если вдруг вы находитесь на территории Европы то информация про подарки не для вас для вас будет информация отдельная про то какая классная у меня рассылка я шучу нет конечно тоже мы не будем ограничивать подарков есть еще кстати один интересный вариант как через кого можно подписку оформлять протестировано мной лично и действительно хороший вариант компания компания называется MailerLite ее в России не очень так активно используют хотя компания великолепная находится она в Литве то есть на территории Евросоюза при этом у них 24,7 русскоязычная поддержка и площадка вся полностью русифицирована бесподобно это молодежный стартап он мне всегда очень нравился с технологической точки зрения потому что там по совсем другому принципу построена вся структура данных баз данных это действительно база с которой удобно работать а не набор таблиц но поскольку они в Евросоюзе они вот эти все задачи решили за нас то есть когда оформляешь подписку клиента через MailerLite то уже у них есть своя политика конфиденциальности которую можно показать клиентам и сказать что ваши данные будут вот таким образом обработаны уже голова не болит плюс они все подписные формы сейчас дорабатывают таким образом что все необходимые подтверждения по закону можно было легко и просто получить Татьяна не могу не спросить про стоимость такого заманчивого сервиса до тысячи подписчиков бесплатно после первой тысячи 10 долларов в месяц ну в принципе такие стандартные цены мне кажется потому что я сейчас на MailChimp влезла это мы конечно да я на самом деле несколько часов своей жизни потратила просто чтобы создать автоматическое письмо конечно там не все так сложно но немного там запутанно мне показалось но я его создала оно уже ушло в рассылку поэтому пока с ними остаюсь я была на MailChimp и могу вам сказать несколько преимуществ почему MailerLite лучше чем MailChimp во-первых он легче настраивается чем MailChimp с автоматикой на всеми делами на всех этапах во-вторых у MailerLite даже вот в этот бесплатный пакет входят по-моему 12 моделей лендинг-пиджи то есть это не только рассылка но это можно сразу все комплексно решить и самое большое преимущество в MailerLite они вам человека считают один раз сколько бы списков он вам не попал они считают по факту как за единицу человека на MailChimp они его считают по спискам если у вас один человек в пяти списках то его посчитают как пять единиц поэтому там вы свой бесплатный лимит выбираете просто в мгновение уха я вот не знала видите я просто я говорю еще такой совсем зеленый это кстати вот про страхи вернемся это мой наверное был такой семь лет сколько у меня бизнес для меня email рассылка звучала всегда очень страшно честно я прям вот когда слышала я понимала что теоретически надо но практически это просто знаете что-то такое неизведанное огромное страшное и я всегда находила причину почему аргументы почему не нужна мне email рассылка но если с офлайн бизнесом с моими курсами возможно ну насколько-то там на 50% она не нужна хотя есть я уже тоже там придумала пишечки то когда ты начинаешь какой-то свой онлайн проект то твоя email рассылка это просто такая фундамент и база того что ты будешь контактировать с подписчиками со своими читателями дополнительно очень такой хороший контакт и неделю назад я поняла что надо но тут же поняла что я не понимаю с чего начинать я боюсь я не хочу у меня нет столько сил времени что делать в таком случае вообще когда мы вот понимают что задача нужная но она нас пугает во первых надо расписать по действиям прям вот по конкретным сначала по задачам потом по действиям и найти ту область которая нас больше всего страшит а страшит обычно не вся задача ну вся задача страшит пока мы ее объем думаем что он какой-то нереальный когда мы расписываем мы понимаем что это все можно сделать достаточно быстро и просто и вот те области которые нас пугают потому что что у нас не хватает знаний, мы понимаем, что это слишком много времени займёт и так далее. Просто в этом случае вот этот самый классный совет последнего времени – это делегируйте. Ну вот честно, если вы понимаете, что вам нужна эта задача, в какой-то момент найдите человека, который вам это сделает, специалиста. То есть вы можете не знать, как делать, может у вас не быть времени, найдите и сделайте. Всё, и эта проблема решится, и вы пойдёте дальше. То есть, знаете, как такая пробка, которую вы выбьете, и всё, и новый поток какой-то энергии, и роста у вас получится. Полностью согласна, тем более, что в этом случае колоссально экономится время. Но очень, тут вот, конечно, есть подвох, вот в этой истории с делегированием. То, что не всегда можно прям сразу взять и найти специалиста. Почему я вот с этим MailChimp'ом пошла уже сама разбираться? Потому что в пятницу утром я поняла, что в понедельник у меня должно уйти первое письмо моё. А я поняла, что за два дня я, в принципе, если начну искать человека, я очень велика вероятность, что не найду его, ну так быстро. И поэтому я села там за несколько часов, действительно сама решила. То есть тут самый сложный момент, на самом деле, найти специалиста, который тебя поймёт и сделает то, что тебя удовлетворит. Вот это вот момент. Но когда ты его находишь, то вот эта благодать наступает в твоей жизни. Согласна. Но если будет нужно разобраться с MailChimp'ом, с удовольствием вам помогу. Спасибо огромное. Надо, видите, я ещё пока говорю, такой зелёный рассылщик. Но очень как раз просто MailChimp, он настолько на слуху, что, мне кажется, они настолько голову у собой забили, настолько правильная реклама и пиара, что про них знают все. Да, если рассылка, это, грубо говоря, первое, что приходит в голову, это MailChimp. Ну или GetResponse. Да, он как-то меньше, почему-то привлёк, я не знаю. Ну, я протестировала их все, причём из технической точки зрения и из финансовой, и пришла к выводу, что MailChimp – это оптимальный вариант. Самый гибкий и, самое главное, самый перспективный. Потому что я ещё немножечко заморачиваюсь именно с точки зрения организации структуры информации, как найти данные про клиента, чтобы у вас в одном месте была вся информация, если один и тот же человек у вас участвовал в нескольких проектах, записался в разные списки, как с ним взаимодействовать. Вот MailChimp – это единственный из всех рассылщиков, который даёт гибкую систему. То есть получается, как полноценная даже CRM-система, я так понимаю, а не просто… Почти. Скажем так, это полноценная база данных, но чтобы быть CRM, там надо ещё иметь возможности добавлять сотрудников, расписывать задачи, кто курирует, какое направление. Вот этого нет. Но добавлять администратора можно. Я, например, свою помощницу добавила себя администратором почтовой рассылки. И сейчас у меня каждую пятницу есть вебинары открытые на канале YouTube. Я уже больше вообще этого не касаюсь, у меня помощница полностью всё настраивает, приглашает. Причём там всё можно под задачу согласовать, какие группы, какие сегменты групп людей, приглашать, какие не приглашать. Именно структурный подход, что намного удобнее, чем с тем же самым MailChimp. Спасибо. Я знаю, что, Татьяна, вы всегда просто кладете с такой информацией, о которой только начинаешь задумываться, вы уже всё протестировали, нашли идеальный вариант, и можно просто прийти к вам, взять этот вариант, а не набивать свои эти все шишки, ошибки в течение долгих месяцев и лет жизни. Вот с MailerLight единственный сейчас небольшой, с моей точки зрения, даже это не недочёт, но немножко осложняется жизнь, потому что пока он не взаимодействует с сайтами на Тильде, напрямую. Вот у меня как раз на Тильде, кстати. Ну, там промежуточное решение. Делается Google форма, таблица, которая связывается с сайтом на Тильде. И вся информация из Тильды собирается вам в Google форму. Дальше остаётся просто внести её в ваш сервис. Я всё равно сделала автоматически, что данные из Тильды уходят в список MailChimp. И просто была счастлива от того, как это быстро, удобно, легко и работает. Тильды, на самом деле, да, это просто я всем рекомендую. Даже если кто-то задумывается о создании своего сайта, то я тоже. Вот как раз с платформами сайтов я перепробовала очень многие и остановилась на них. И что самое приятное, я вот пользуюсь ими, по-моему, два года, если я не ошибаюсь. И они развиваются. Они действительно улучшаются. Потому что вот VIX, VIX для меня это худшее, что, может быть, я лет назад случайно влезла. Просто когда, чтобы отредактировать один блог, мне приходилось минут 15 ждать, когда всё отвиснет. Потому что оно зависало. Тильда, как говорят все, даже программисты, которые вообще, вы знаете, как скептически относятся к любой готовой платформе. Единственное, вот эту платформу, которую они признают, это Тильда. И они говорят, даже если ты левой ногой расположишь какие-то блоки, а мало того, что у тебя получится всё равно красиво, и у тебя получится тот сайт, который будет очень хорошо воспринят всеми поисковыми системами. И у них достаточно быстро можно вывести в топ. Это действительно так. Потому что я свой сайт по профориентации за два, по-моему, месяца просто без вложений, сделав правильно симметическое ядро, он у меня первые десятки стал через два месяца выпадать. А это сейчас, наверное, в пятёрке уже. При том, что ничего вообще там не делается особо. Полностью поддерживаю. Тоже я перепробовала массу всего. Викс для меня это кошмар. Вордпресс есть некоторые задачи. У меня, собственно, сайтов два. Часть задач я решаю через Вордпресс, но просто уже потому, что там всё отлажено. Вебинарная комната у меня там, и она немножко удобнее там настраивается. Но вся информационная составляющая у меня на Тильде. И, в принципе, и вебинарная комната прекрасно в Тильду встраивается. То есть с её помощью можно делать абсолютно всё, что угодно. И даже... А, кстати, про Тильду я тоже не знала про Тильду, что там можно встраиваться. Как нечего делать. Во-первых, там же у вас есть блог встраивания видео с Ютьюба. Да, меня нет. Вы можете запланировать трансляцию на Ютьюб. Встроить его сразу в блог на страницу. И дальше вам нужно просто отдельно в сервисе HyperComments зарегистрироваться как администратору и получить виджет комментариев. И взять блог HTML на Тильде и вставить туда код виджета с комментарием. Всё. И, то есть, получается, будет полноценная вебинарная комната? Абсолютно. Обалдеть, Татьяна. Я не знаю, надо записывать. Почему я без ручки и бумаги пришла? На эфир. Я чувствую то, что я часть забуду информацию, а потом буду выходить, переживать и вспоминать, что что-то я упустила. Ну, ничего. Мы с вами это всегда можем обсудить отдельно вне эфира. А вообще у меня на эту тему уроки записаны. Я же это давала в тренингах. Так что мои ученики всё умеют и строить вебинарную комнату на Тильде, и умеют вообще строить сайт на Тильде, умеют работать с Мейлерлайтом. Всё это я в этом году уже в тренингах давала и буду летом ещё давать. Обалдеть. Если кому актуально, пожалуйста, бдите за информацией. О, Анна наша к нам присоединилась. Да. Привет, Анна. Так что всё это делается на самом деле элементарно. Просто единственное, что не может делать Тильда, она не делает запароленные страницы. Иногда это бывает нужно. Но там тоже есть свой обходной манёвр. Просто надо задать адрес страницы, с помощью какой-нибудь абракадабры или какой-то комбинации букв и цифр, которая для вас имеет смысл, но которую со стороны человек подобрать сможет с большим трудом. Таким образом, в поисковик страниц... Да, и если запретить индексирование поисковиками, то извне найти эту страницу будет очень сложно. Кстати, такой же тогда вопрос. А личный кабинет же тоже, да, пока нет возможности найти, где создавать пользователям? Или я пропустила что-то? Нет, этого пока нет. Вот, вот это, кстати, я Виксу, когда ещё у них год просидела, задавала вопрос, и спустя вот буквально, наверное, года три, они мне недавно отписали, что вот вы нам пожелание оставляли личный кабинет пользователям, пожалуйста, мы вам наконец-то сделали. Но не прошло и трёх лет, поэтому оперативно просто... Ну, я думаю, что Тильда тоже должна, если у них быть такая задача, они, я думаю, оперативно всё это сделают. Они вообще очень активно развиваются, и я сейчас получаю от них рассылки, какие сервисы они подключают, я просто в восторге в полном. Потому что, например, в прошлом месяце они ещё три новых сервиса по сбору данных из подписных форм собрали. Добавили, то есть помимо почтовых рассылщиков, то, что я говорила, от них можно собирать информацию в Google формы, и они сейчас добавили сервис Trello, и два других, я просто не помню названия, но можно тоже через Trello, если у вас есть помощник, с которым вы работаете через этот сервис, собирать всю информацию туда, и помощник дальше будет просто в базу данных в рассылку вносить вручную. Тоже вариант, пожалуйста. А кроме того, ещё такой вариант, вот как я себя автоматизировала, кстати, у меня всё идёт автоматическим путём из Тильды, тем не менее, в MailerWayt. Потому что есть сервис, который называется ZAPIR. Слышали про такое? Нет. Обалденная штука. По автоматизации пишется ZAPIR. Там 5 первых, это называется ZAPIR, 5 первых ZAPIR бесплатные, дальше цена, как это, в общем, тоже не смертельная, для годового сервиса. По автоматизации чего угодно, куда угодно. То есть у меня из MailerWayt, из Tilda собираются e-mail в Google форму, а дальше с помощью ZAPIR из Google формы в нужный мне список MailerWayt. Всё. А Валдей, как вы всё так придумали, классно? Ну, почитала, посмотрела, какие возможности есть, и всё. Кроме того, есть сервис EFTTT, который позволяет автоматизировать тоже очень многие взаимодействия между разными платформами. То есть даже если что-то где-то пока не подключено, всегда можно найти обходной маневр с автоматизацией. У меня сегодня незабываемая ручная выгрузка e-mail из Facebook, из кабинета рекламного. Вот, ну, поэтому пока справляюсь, пока радуюсь каждому e-mail, поэтому у меня ещё такая, знаете, эйфория первый день рекламы. Именно с точки зрения сбора лидов. Ну да. Ну, посмотрите, в случае чего есть сервис автоматизации, называется EFTTT, и сейчас Microsoft стал подключать тоже автоматизации по взаимодействию между разными платформами. Так что, может быть, там тоже найдёте для себя что-то, что вам облегчит эту задачу. Спасибо большое, да, надо, потому что, я говорю, я так недолго прорадуюсь, во-первых, вторых будет ночь ещё, и потом уже утро будет не такое радостное, с выгрузкой. Спасибо большое, нас благодарите. Я думаю, да, эфир Татьяна обязательно сохранит, у неё будет в аккаунте, поэтому заходите, смотрите в течение суток. Задавайте вопросы в директ, мы всегда готовы отвечать с удовольствием. Более того, я надеюсь, что не будет сбоя, я сохраню этот эфир на телефон и выгружу его к себе на канал YouTube, чтобы это было доступно не 24 часа, а вообще круглосуточно и без ограничений. Вот, с этого и начнётся мой YouTube, я чувствую. С вами эфир, потому что это тоже вот ещё один такой, знаете, момент, то, что пора, но всегда как-то руки-ноги не доходят, поэтому надо, тоже надо себе прям поставить эту задачу и уже никуда не отлынивать от неё, так сказать. Надо-надо, то, что YouTube работает, я на собственном опыте убедилась, у меня огромное количество клиентов идёт прямо с YouTube, причём так идёт, что люди смотрят эфиры, пишут мне, говорят, слушайте, мы хотим у вас учиться, какие у вас есть тренинги, давайте всё берём. Я была поражена, ни один, ни два конкретно идут люди этой весной, так плотно. Так что YouTube действительно очень помогает. Надо идти уже на YouTube. А тем, кто нас слушает, друзья, если вам и это актуально, у меня в профиле есть ссылка на канал YouTube, и там за два года уже такое море полезностей сохранилось и на бизнес-темы, и на психологические, приходите, смотрите. Настя, а вас я с удовольствием приглашу спикером ещё на YouTube к себе в качестве достижения. Ну, я с удовольствием соглашусь, а я пока, пользуясь случаем, приглашу всех быстренько на свой бесплатный мини-курс для увеличения своей личной эффективности. Впервые буду проводить в таком формате курс, но на самом деле информации очень много, попытаюсь её, знаете, как уместить всё. Всего пять дней будет длиться курс, три будет задания для вас, но для того, чтобы понимать, что тормозит вас и что нужно добавить в жизнь, чтобы она стала более эффективной, 100% вам поможет. Поэтому я всех очень жду, приглашаю, и у меня в шапке профиля есть ссылочка, там как раз бесплатная запись на этот курс. И как раз у меня же мысль побежала, то, что автоматически с рассылкой вы тоже согласитесь, потому что, если вы живёте на территории России, потому что у нас пока ещё это всё, ну, до 25 мая всех, да, ещё, а, кстати, Татьяна, такой вопрос у меня возник, а те базы данных, которые были собраны до 25 мая, да, и они давали согласие на подарок, но при этом автоматически приходила рассылка, каким образом будет решаться этот вопрос? Рекомендуется, ну, естественно, насколько вы в состоянии отфильтровать из этой базы европейцев, если та информация, которая у вас есть, позволяет вам это сделать, и отдельно послать им письмо с предложением переподписаться на РАС. Ну, я вот думаю, насколько это реально, когда многомиллионные базы у таких крупных компаний. Дело в том, что, как правило, большие компании так или иначе отслеживают по IP, потому что IP всё равно сохраняется, то есть определить, с какой территории человек зарегистрировался, это можно. Другое дело, что на этой процедуре, естественно, все потеряют много подписчиков, и как раз европейские специалисты по этому закону с большой грустью сказали, что ребята нам, к сожалению, придётся с этим смириться. Учитывая открываемость писем, которые в лучшем случае 30-35%, учитывая, что посылки из письма переходят ещё меньше людей, придётся смириться с тем, что большой процент. Таких подписчиков мы потеряем навсегда. Но, если действовать строго по закону, до 25 мая их нужно удалить из базы данных. А, ты даже таким образом, да? То есть это, я просто думала, что, возможно, это, как знаете, с 25-го, только для тех, кто будет новый. То есть понятно, так закон они построили. Да, и причём более того, что удаление из базы тоже является обработкой персональных данных. Поэтому даже удаление должно быть завершено до 25-го. И должно быть согласие тоже, да, я так понимаю, пользователи. И удаление, и продление. То есть в данном случае пользователь должен как-то что-то ответить, а при том, что он письма может не читать, то это всё ещё больше усложнится, я так понимаю. Да, естественно. Но, опять-таки, мы же все понимаем, что никто, 25-го числа никакая полиция за каждым конкретным инфобизнесменом, в особенности за микроскопическим, как мы, не придёт. Естественно, будет определённый буферный период, во время которого вообще будут достаточно сквозь пальцы смотреть на это всё. Ну и дальше контролировать начнут с Микрософта, с Фейсбука и с прочих таких гигантов. С слабого кусочек данных, по сути, начнут они. Но тем более Фейсбук же не так давно засветился в очень крупном скандале со сливом огромного количества клиентских данных. Поэтому, естественно, к нему повышенное внимание. Ну, возможно, кстати, после этой ситуации, особенно так, европейские специалисты решили такой закон быстренько организовать. Не-не-не, закон принят ещё в прошлом году. А. Это было задолго до всех скандалов с Фейсбуком. Просто дали большой срок на то, чтобы подготовиться. Но получилось так, что крупные компании себе плавно готовились, а мелкие спохватились буквально в последний месяц. Причём по всему миру. Странно, что они спохватились не через месяц после того, как закон уже вступил в силу. Так обычно, знаете, как у нас бы это как раз так и было. Потому что у нас тоже, я говорю, политика вот это обработки персональных данных. Наверное, было заранее всё написано. Но почему-то я это увидела через несколько дней после того, как закон уже вступил в силу. И штраф 300 тысяч рублей, если у тебя просто на сайте нет этого документа, он как-то тоже так смотивировал быстро его разрабатывать, разместить и спокойно после этого только лечь спать. Ну да. Всё правильно. Кстати, если кто-то из здесь присутствующих пользуется почтой на Gmail, например, вы наверняка получали письмо об изменении политики конфиденциальности Gmail. Гарантирую. Оно пришло всем. Если среди вас есть те, кто торгует на ЭЦИ, вы получили информацию об изменении политики ЭЦИ. То есть все крупные компании, с которыми мы с вами работаем, у которых штаб-квартиры вне России, они в своих пользователей как раз в течение двух последних недель на эту тему проинформировали. Кто-то просто более подробное письмо прислал, кто-то менее подробное. Инстаграм, вот, кстати. Инстаграм же нам присылал всем письмо на прошлой неделе. Я же вспоминаю, кто-то присылал буквально недавно какое-то такое письмо, но вопрос там, кто его открыл и прочитал. Ну, тем не менее, они прислали. Дальше это уже наша зона ответственности. Да. Если мы это подписали, согласились на это не читая, ну, мяу, как говорится, как в том анекдоте. Как оно, просто поогойся, оно никуда далеко не уедешь. Ну, да. Боим, но делаем на ось. Все равно, знаете, у нас такой, мне кажется, девиз у всех. Ну, проносит все-таки, обходится. Да, потому что ты делала, что, знаете, мысли материны, поэтому, когда вы чего-то боитесь, то вы скорее притянете это в свою жизнь, чем если вы так вот пройдете, закрыв глаза. Это работает. Это точно. Вот. И вообще, все, что мы сейчас рассказываем, это не для того, чтобы напугать. Это для того, чтобы просто проинформировать и мотивировать. Ну, ничего страшного и ужасного нет. Нет, у тебя есть два пути развития. Если ты чего-то боишься, или тогда все идеально безукоризненно сделать соответствие с законом и жить спокойно, но при том, что если вот у меня позиция, если нужно прикопаться, да, скажем, грубо, к любой компании, прикопаться можно всегда. Такой же вариант второй. Или тогда, если вы понимаете, что вы не хотите делать, потому что это сложно, трудно и невозможно с вашей стороны, тогда на авось давайте полагаться, но не надо ходить, стонать, переживать, рассказывать всем, как все плохо. Просто забудьте эту тему, выбросите ее из головы и живите дальше, как будто вас это не касается. Все. Потому что третий вариант, который многие выбирают в любой теме, мы не хотим ничего менять, но мы будем жаловаться и рассказывать, как все плохо, это та история, которая вообще не работает. Потому что вы ничего не измените, вы испортите себе как минимум настроение, и все. Как это, знаете, вот эта история, я хочу похудеть, но я не хочу отказываться от жареной картошки, потому что я ее люблю, но при этом почему-то я от нее не худею. Все. И вот ходят, есть просто такие люди, мои даже знакомые, которые ходят, постоянно мне говорят, я хочу похудеть. Я говорю, или полюби себя с тем телом, которое у тебя есть, вместе с жареной картошкой, или откажись от картошки, и тогда у тебя тело, оно изменится. Но они выбирают третий путь. И проходят много лет, ничего не меняется, к сожалению или к счастью. Знакомо, знакомо, знакомо. У меня именно даже по поводу вот этого закона на прошлой неделе, подобные дискуссии были неоднократно. Человек это не касается вообще, он не работает с европейцами, нет, какой-то страдает. Ну, тема популярная, да, и надо же подпадить всю волну, историю, вот эту общую трагедию. Ну да. А вообще пострадательство, это настолько неконструктивно. А это тормозит. Это вот как раз один из факторов, которые тормозят нашу личную эффективность. Во всех вопросах. Вообще это не важно, бизнес, отношения, здоровье, там, карьера и так далее. То, что тормозит нас. Да. Однозначно. Давайте смотреть на все позитивно. Да. И я всегда говорю, доля легкого пофигизма, она всегда только помогает нам. Ну, именно в нормальных пределах. То есть стараемся делать все по законодательству. У меня вот в этом плане пунктик, потому что я стараюсь ничего не нарушать. Мне так спокойнее живется.